Сборка Пантера D Сборка Пантера D Сборка Пантера D Я собираю и собирал полные готовые ленты, хотя звезда предлагает их можно собрать полурабочими, а можно собрать полностью рабочими. Я их собираю всегда полностью рабочими. Во-первых, их потом легко одевать. Я сразу склею корпус, покрашу и потом буду уже одевать на покрашенный корпус путем протягивания их через звездочку. И когда они полностью рабочие, их намного легче протянуть будет. Что еще хочу сказать. Собирал с самой первой партии Пантеру. Она мне очень понравилась. А уже приобрев эту Пантеру, мне не понравилось то, что на ней присутствовали недоливы. Вот, например, вот здесь на стволе есть недолив, его нужно шпаклевать. Я специально его не шпаклевал, чтобы вам показать. Но я так уже прошелся немножко наждачкой. Заровнял швы. Но вот в этом месте надо зашпаклевать. Потом что еще хочу сказать. Был небольшой шов по башне. И башня почему-то была в глубоких царапинках. Пришлось опять же шкурить наждачкой, зачищать, выводить. Ну, опять же, были тоже накатках. В некоторых местах накатках недоливы, но с ними я поборолся. Нормально вот. Конечно, когда в таких танках много катков, нужно тоже хорошо все зачистить, все поверхности, чтобы потом после покраски они не вылезли и не были видны на танке. Но когда много катков, приходится много потрудиться. У меня обработка катков примерно заняла около двух часов. Так же для данной пантеры буду использовать фототравление мира моделей. Хотя уже использовал, уже оно наклеено на танк. Пользуется накрилатными клеями. Если где-то надо паять травление, то паяю паяльником. Ну, на этом, на пантерке не пришлось использовать паяльник. Все очень хорошо и так клеится. И буду использовать металлические тросы. Коуши по почте, когда шли коуши смоленные от этого набора. Вот хочу вам показать, они поотламывались. В посылке видно их так почтой хорошо потрясло, что они вон поотламывались. Поэтому буду думать, может что-то переделаю к оуши или возьму от наборных тросов, обрежу, высверлю и повставляю. Ну, что-нибудь придумаем. Потом я вам расскажу об этом подробнее. Тогда буду красить, делать. Хочу вам сразу показать уже не первую. Еще раз, не первую пантеру собираю. Есть такие моменты в инструкции. Например, вот эти детали. Вот эти детали. Они перепутаны местами. Их надо поменять местами. Например, B13 надо будет склеить с C63. А деталь B14 надо будет склеить с деталью C62. И еще также есть такая вот неточность по инструкции. Сейчас я найду, чтобы вам ее показать. Чтобы вы знали заранее. Вот, тоже я ее отметил. Сейчас, сейчас покажу. Вот. Вот эти вот детали. B5 и B4 их надо тоже поменять местами. Иначе, если сделав, как написано по инструкции, когда мы будем вклеивать корму танка, будет большая щель. Вот на первой пантере, которую я собирал, я с этим столкнулся. И у меня была большая щель. Вот. Сейчас покажу вам ее. Примерно вот такая вот щель была. Вот так вот была щель. Сейчас я вклеил правильно, как положено. И у меня уже этой щели не будет. Потому что поменял детали местами. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, задавайте вопросы. С удовольствием на все отвечу. Ну, будем теперь собирать все поэтапно, по отдельности. Соберу корпус, соберу башню. Может быть, сниму на видео, покажу вам эти сборки. Ну, самая основная задача – это покраска. Спасибо большое за просмотр.